Пискарёва Галина Васильевна? Алло, ещё раз не слышу вас. Кто это? Пискарёва Галина Васильевна, я могу услышать? Пискарёва? Алло. Пискарёва Галина Васильевна. А кто спрашивает, я скажу, пожалуйста. Меня зовут Рогалёва Мария Николаевна, старший специалист Сбербанка России. Нет, не услышите вы эту гражданочку. Она переадресацию включила, сбросила ваш вызов, и вы попали на организацию, которая занимается представляемыми интересами. Уточните, пожалуйста, а как я могу к вам обращаться? Пожалуйста, меня зовут Дмитрий Евгеньевич. Дмитрий Евгеньевич, уточните, пожалуйста, мы позвонили на номер 3845, последние четыре цифра. Да, она воспользовалась бесплатной услугой переадресации. То есть все нежелательные звонки, звонки от банкиров, от своих взыскателей она сбрасывает, так как не знает, как с вами общаться, и воспользовалась нашим предложением. И в связи с тем, что мы представляем теперь её интересы перед её кредиторами, собственно говоря, мы отвечаем на эти звонки. А уточните, пожалуйста, вы наш номер телефона можете записать, передать Галине Васильевне? А уточните, пожалуйста, зачем это делать, если она не то, что даже звонить не будет, она даже не хочет на входящие отвечать. Как мы будем перед ней выглядеть? По обслуживанию необходимо задать ей несколько вопросов. Вы задайте эти вопросы нам, и если мы сочтём необходимым, мы вам ответим сразу, либо отпишем в письменном формате. Также и вы не забывайте, что все вопросы, которые вас интересуют, так горячо можете отправить ей по почте России. Но дело в том, что банку необходимо задать ей несколько вопросов, и необходимо с Галиной Васильевной лично переговорить. Ну, это банку необходимо. У человека есть права, может быть, Галина Васильевна уехала в страну под названием Таиланд, и сейчас не имеет ни возможности, ни желания общаться с банком. Неужели это запрещено? Так вот, я ещё раз повторяю, вы можете написать все необходимые письма Галине Васильевне. Точнее, не вы, а те, кто этим занимается в вашем подразделении. Всего доброго. До свидания. Алло. Алло. Я вас слушаю, здравствуйте. Пошла его Марина Евгеньевна, необходимо меня услышать вам, она знакома. А кто это? Я жених промсвязьбанк, экспортамент по работе за должность, и меня Мирон Иванова на время зовут. Знаете, Марина Евгеньевна? Да, очень хорошо знаю, вас уже слышал не раз, с вами даже общался. А кем вы ей приходите, подскажите, пожалуйста? Юристы мы. А она нам приходится клиентам. Она ваш клиент, да? Ну, попрошу вас передать в таком случае информацию, и запишите, пожалуйста, наш номер телефона. А зачем номер телефона, если она игнорирует общение вообще устное со всеми своими взыскателями, и перезванивать она никуда не встанет? Вы, если юристом являетесь, наверное, можете объяснить, Марине Евгеньевне, что с банком ей необходимо контактировать. Нет. А я это даже, знаете, как я объясняю? Ни в коем случае не контактирую. В информацию только в письмах. Только... А каким образом это ваша оплачивает? А это что, зачем это вам, как она оплачивает? Никак она не оплачивает. Никак она не оплачивает. На общественных началах. А зачем вы эти вопросы задаете? Сейчас это наш бесплатный номер телефона, пусть с нами связывается в срочном порядке. Мне ее номер телефона назовите, пожалуйста, без паспорта. Да ладно, вам что-нибудь еще не назвать, номер своего паспорта. Зачем мне ваш паспорт? Мне нужно... А зачем вам ее номер телефона? Наш клиентский Марина... И что, значит, вам нужно? И что теперь? А мне нужно узнать ваш вес на вчерашний день. Как? Ничего себе. Звонит непонятно кто. И требует телефон моей клиентки. Сейчас, ага. С тех пор, пока она с нами не свяжется. С этим фоном будут доставлять неудобства. Да ладно. А вот мы сделаем так, что в том числе и вас, как за угрозу, мы привлечем к административной ответственности. Да. А то, что вы тому неудобства собираетесь доставлять. А кто вам дал право, в банк письмо отправлено? Со всей информацией, которая вам необходима для решения этого вопроса. К диалогу подготовьтесь. К диалогу я готов с такими, как вы. Я с вами уже пять раз разговаривал. Я вас очень хорошо помню, что вы неадекватный сотрудник. Алло. Алло. Я вас слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Я с вами с Альфа-Банка. Меня зовут Анна Алексеевна. Инспектор управления по работе с проблемной задолженностью. Татьяну Федоровну Гачи Челяджи пригласите к телефону? Как фамилия? Гачи Челяджи Татьяны Федоровны. Нет, не сможем ее пригласить к телефону, так как она совершенно в другом городе находится. А почему вы пользуетесь ее номером? Мы не пользуемся ее номером, это она пользуется услугой переадресации, которая предоставлена ей нашей компанией. То есть она все звонки от банков сбрасывает, срабатывает переадресацией. И какой компании? Представьте, чем я говорю. Юридическая организация. Меня зовут Дмитрий Евгеньевич. Организация какая юридическая? Общество с ограниченной ответственностью Алиам. Очень интересно. Татьяна Федоровна, сообщите, чтобы срочно перезвонила в Альфа-банк, номер нашего телефона прежний, 8-800-273-6, продиктуйте мне ее контакт номер, приму от которого могу с ней связаться. Давайте по первому пункту вашего заявления. Человек, как я вам сказал в начале разговора, воспользовался услугой переадресации, так как игнорирует устный формат общения. И мы, как юристы, помогаем ему решить возникшие трудности в части преодоления вот той самой зависимости от банка. Понимаете, да? Она сбрасывает телефон. Закон, который позволяет вам этим заниматься. Что позволяет? Закон, озвучишь мне, который вам позволяет этим заниматься? Что, представлять человека нужен какой-то определенный... И переговоры вместо Татьяны Федоровны? Конечно, у нас договор с ней заключен. Озвучьте закон, пожалуйста. Что нужно озвучить? Закон. Какой еще закон? Человек обратился в юридическую... Девушка, одну секундочку. Начнем с того, что вы нам позвонили, а не мы вам. Это раз. Во-вторых, я констатирую факт коммерческой эксплуатации всех пунктов, которые позволены законом. А именно, любой человек имеет право обратиться к юристам, если не чувствует, что он компетентен в том либо ином вопросе. И он некомпетентен в вопросе. Закон, озвучите вы мне? Какой вам закон нужно озвучить? Татьяна Федоровна, сообщите, что мы ожидаем ее звонка в течение часа 8-800-2 минуты. Никто вам перезванивать не будет. Алло. 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 Слушаю вас. Алло, здравствуйте. Меня необходимо услышать. Башлаеву Марину Евгеньевну. А кто спрашивает? Он поступил звонок на Украинскую сельсбанку, департамент по работе с одолженностью Котов, Николай Юрьевич Медовок. Ну, у вас не получится услышать этого человека. Не получится? А с кем я разговариваю, тогда кем приходится, Марине Евгеньевне? Это она нам приходится, скорее так скажу. Это клиент наш. А, это ваш клиент? Угу. Вы можете ей тогда, пожалуйста, передать наш номер телефона 8800-335-50. Она, вы знаете, вы же ей звонили, не нам, а просто она переадресацией воспользовалась. И она не хочет общаться с банкирами, да, ну, собственно, с представителями банков, потому что она не знает на комзаке с вами общаться. И обратилась в юридическую организацию на предмет собственно сопровождения ее долговых обязательств. Так, я вас еще прошу и наш номер телефона передать. Вы ей передадите? Да, без проблем, конечно. Вот как только связь выйдет, Марина Евгеньевна, мы вам перестанем звонить. Мы очень рады, когда вы нам звоните. Нет проблем, но она на связь не выйдет. Вы-то звоните, сколько вам хочется, без проблем будем общаться. А потому что она нам поручила, собственно, общение со своими всеми подыскателями. Она не хочет с вами разговаривать. Тут все просто. Хорошо, я вас услышал. Спасибо хотя бы за эту информацию. Пожалуйста. А мы с вами сверите Марину Евгеньевну? Что? А мы номер-то можем сверить? Какой номер? С чем? Да, вы на ее номер звоните. Алло. 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 Здравствуйте, Арфобанк Мария Валерьевна, главный инспектор управления по работе с проблемной задолженностью. Эдуард Геннадьевич Назыков, это вы? Нет, это не я. Скажите, а вы на кем приходите? Это клиент наш, это он нам приходит, с клиентом. Ваш клиент? Да, это наш клиент. Алло. Он поставил переадрицацию, да? Да, совершенно верно. А по какому телефону на телефон связаться можно? Наверняка не по какому. А как называется ваша компания? Он звонки из банка будет сбрасывать. Наша компания называется Общество с ограниченной ответственностью Алиам. Вы понимаете, ему необходимо связаться с банком? Наш номер 8-800-207-5-6-4. Можете объяснить, для чего ему с банком связываться? Он связывается с банком и пояснит все. Ну, вынужден вам констатировать, что он, собственно говоря, отказывается связываться с банком, вообще отказывается поддерживать любой формат устного диалога. В то же время мы от его имени отправили уже ряд писем в банк, где объяснили, по какой причине клиент не хочет с вами общаться и что он намерен в дальнейшем предпринимать. Я зафиксирую, в зависимости в порядке данной информации. До свидания. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Я вас слушаю, здравствуйте. Пошла его и Марина Евгенина необходимо услышать. Кому необходимо ее услышать? Звонок из фронта из банка Мезул Горячева, Наталья Викторовна, департамент по работе и задолженности. А вы кем являетесь для Марии Евгеньевны? Никем абсолютно. Это наш клиент. Родственных отношений никаких с ней не поддерживаю. Личных, интимных тоже. Это ваш номер телефона? Нет, мы позвонили на ее номер телефона. Она воспользовалась услугой переадресации. Сбросила, звонок переадресовался на наш колл-центр. Да. По информации можете ей передать? Давайте передам, почему нет. Запишите наш номер телефона 8800. Зачем? Она не хочет разговаривать с вами. Разве не понятно? Так бы она не пользовалась. Зачем ей пользоваться переадресацию, сбрасывать, чтобы потом вновь вам перезванивать? Ну это же абсурд. Поэтому эту информацию ей бесполезно передавать. Она нас заподозрит в непрофессионализме, да. То есть вы передавать не будете данную информацию? Ну я дорожу своей репутацией, поэтому если я клиенту заранее говорю, что не нужно разговаривать с банками, потому что ничего хорошего вы от них не услышите, а потом буду говорить, вот вам телефон банка, перезвоните, она скажет, что я проходимец, а я не проходимец. Всего доброго, до свидания. Вам до свидания. Алло. Здравствуйте. Алло, я вас слушаю, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Катерина Семенова, Елена Владимировна. Что вас слышать? По какому вопросу вы интересуетесь? Ей звонок поступил из банка Home Credit. С ней можно сейчас пообщаться? Нет, наш клиент игнорирует формат устного общения со своими кредиторами, настроила переадресацию, сбрасывает все нежелательные звонки и, соответственно, вызов переадресовывается на нашу юридическую организацию, которая представляет ее интерес. А как ваша организация называется? Общество с ограниченной ответственностью АЛЯМ. Еще раз, АЛЯМ? Да, АЛЛИАМ. С двумя Л внутри буквы, внутри слова. АЛЛИАМ. Хорошо, я поняла вас. Если будет возможность, сообщите, пожалуйста, Иллине Владимировне, что необходимо связаться. Спасибо за эту информацию.